Сколько часов спали сегодня? Вау, в самом деле. Отходят от бессонной ночи и разбирают стулья, приспособленные под кровати, в республиканском штабе Ксении Собчак. Результатом своего кандидата довольны. Я считаю это успехом, потому что Ксения Анатольевна недавно начала свою карьеру политическую. В республиканском штабе Павла Грудинина испытывают неудовлетворение. Мы не можем с ними согласиться, быть удовлетворенными этими результатами. Татарстанские сторонники Владимира Жириновского считают, что результат для них не удался. Но в этом они видят свою недоработку. Чем мы недоработали в данной ситуации? Что не пришли люди, которые хотели бы проголосовать за Жириновского. Что касается нарушений, допущенных на этих выборах. Грубых нарушений мы не выявили. При этом ряд инцидентов с участием представителей нескольких кандидатов получили широкую огласку. В 26-й гимназии члены комиссии пожаловались на наблюдателей от кандидатов президента Григория Явлинского, Ксении Собчак и Павла Грудинина. Мы не мешали, мы просто хотели удостовериться, что все у нас хорошо. Стали мешать нашей работе, и мы неоднократно им делали замечания. В корпусе наблюдателей за чистые выборы объясняют, что наблюдателям на участке дозволено не все. Если выявляете его системность, и он всеми своими действиями показывает, что он пришел сюда мешать участковой избиральной комиссии, мешает, входит, в данном случае направляется материал отдела в суд, где уже принимается решение об его удалении или неудалении. Другой случай. На 341-м участке очевидцы засняли на видео, как раздают листовки, призывающие бойкотировать выборы. Избирательный участок 341-й. У наблюдателя от партии «Яблоко Спирина» Леонида Андреевича обнаружено изъято 13 листовок агитационного характера с призывом бойкотировать выборы. Как рассказали в полиции, таких случаев было несколько и с участием представителей разных кандидатов. Об этом говорили еще до выборов. Байершинов Андрей Владимирович распространял эти листовки. Сам он является членом УИК с правом решающего голоса от КПРФ. Вообще анекдот. В КПРФ Татарстаны заявляют, что этот человек к ним уже не относится. Он когда-то был наш, но вы понимаете, 5 лет он там. Вот сейчас его полномочия закончились. Ну и что? То есть мы не можем никого заменить. Не только его там, но много людей уже связь с партией утратили. Чистая провокация со стороны Навального. Либерал-демократы считают, что за провокациями на выборах могут стоять засланные казачки Навального, которые действовали от имени сторонников других кандидатов. Люди Навального, которые стали на момент выборов людьми Собчак, наблюдатели. Сторонники Ксении и Собчак не отрицают, что на этих выборах наблюдатель им помогал готовить штаб Навального. Приходит просто человек и говорит, я хочу наблюдать. И, соответственно, он проходил обучение. Все обучение нам помогал проводить штаб Навального. То есть он проходил обучение и получил направление. За провокациями на выборах и их бойкоте эксперты видят врагов России. Интрига выборов состояла прежде всего в том, будет ли явка. Вот все, кто работал против, я бы даже сказал, против российской государственности, да, они хотели за счет этого поставить под сомнение легитимность власти. Вот эта идея бойкота, она должна была, она была проплачена частично наверняка, да, то есть люди не только из убеждений ходили с этими листовками. Как бы там ни было, усилия провокаторов пошли прахом. И россияне показали на выборах высокую явку и сделали свой твердый выбор. Дмитрий Аринин, Марат Сейдгараев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова